В первом составе всего лишь 20 вагонов. Часть из них пойдут пустыми, а другая часть будет загружена металлическими заготовками, которые останутся в Грузии, а некоторые дойдут до самого Китая. Весь путь займет примерно 11,5 дней. Поезд «Шелковый путь» по дороге из Ильичевска в Китай пересечет два моря и пять стран по суше. Одним из важнейших моментов было обойти территорию России, что успешно и сделали. Председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили назвал его «кошмаром Путина». Все говорили, что у этого маршрута нет перспективы, когда мы начали строить железные дороги. Все говорили, что Грузии все равно будут идти через Россию. Вот он, кошмар Путина, что мы можем прожить без него. Какая новость? И мы проживем без него. Инициатором запуска этого поезда косвенно стала российская сторона, которая, игнорируя международные нормы, ограничила транзит украинских товаров через свою территорию. Конкретная статья, которая не позволяет ограничивать транзит, они ее нарушили. Поэтому нас вот такие вот соседи, к сожалению, вынуждают в том числе перестраиваться с экспортными потоками, с транзитными потоками. Но это делает нас сильнее. Все страны, которые находятся на пути следования этого поезда, смогут пользоваться его услугами по перевозке товаров либо сырья. С большинством из них уже заключены соответствующие соглашения. Уже подписана угода за изображением Грузии, Казахстаном. Нам нужно додатково додать вопросы по Туркменистану. Нам нужно сегодня диверсифицировать поставки по нафтопродуктам и скрабленному газу. И это можно сделать за счет этого потяга. Максимально паром может принять на свой борт чуть больше сотни вагонов. Когда это направление заработает в полную силу, поезд «Шелковый путь» станет серьезным конкурентом на мировой торговой карте. Открываем новый направление, который, если мы связываем его с уже существующими каналами «Викинг», «Зубр», «Подилля», мы объединяем полностью альтернативным новым шляхом Китай и, в принципе, всю Азию с Европой. И этот шлях пойдет через Украину. Когда система работы нового направления будет налажена, на доставку груза в один конец из Украины в Китай или наоборот, будет уходить не более девяти дней. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ.